Столетию образования пограничного управления было посвящено сегодня торжественное собрание о знаменательной дате в репортаже Али Баташева. Под звуки марша флаги России, Карачаева-Черкесии и 36-го пограничного отряда торжественно внесли в зал. В этот день сотрудники погрануправления и члены их семей принимали поздравления в связи с 106-й годовщиной со дня образования пограничной службы России и 100-летием пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Черкесской республике. Защита рубежей отечества всегда была делом смелых и сильных духом людей, готовых первыми принять на себя удар врага и порой ценой собственной жизни выполнить служебный долг. Но вечно останется в наших сердцах память о тех героях, кто отдал жизнь в военное время и в мирные дни, защищая рубежи нашей страны. Память о тех, кто не вернулся с дозора, погиб в бою, защищая свою родину, почти лиминутой молчания. История погрануправления ФСБ России по Карачаево-Черкесии началась в 20-е годы прошлого века с образования Сухумского погранотряда. До настоящего времени все поколения пограничников достойно несли свою службу по охране государственных рубежей, отмечали выступающие. Ветеран погранслужбы Евгений Болховитин прошел путь от рядового солдата до генерала-полковника. Все 40 лет службы на границе его вдохновлял пример легендарного Никиты Карацупы. Он задержал и привел на пограничную заставу в одиночном порядке бандами свыше 360 нарушителей. И еще примерно 150 он застрелил в боестолкновениях. Вот таким должен быть пограничник. Отважным, преданным своей родине, неподкупным. Самым достойным сотрудникам пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Черкесской республике вручили различные награды. Свой музыкальный подарок людям в зеленых фуражках подарил и ансамбль «Пограничник Кавказа». В ходе праздничного мероприятия состоялись показательные детские выступления. Всежелающие могли попробовать кашу из полевой кухни, а также ознакомиться с выставкой современного оружия и специальных средств связи российского производства. Мальчишки смотрели в прицелы снайперских винтовок, разглядывали тепловизоры и восхищались теми, кто стоит на охране рубежей нашей страны и держит границу на замке. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. Али Баташев,иль Бастанов, Вести Карачаев